Всем привет друзья, с вами Варчик. Мы посмотрим на фоне боя клана Red Hawk, который в этом бою играл против одного из кланов анархистов, которые на этом ивенте пытаются что-то там исполнить и всех поразваливать, ну и либо развалить только психов, короче мне вообще честно говоря все равно. В чем суть этого видео? В том, что клан со средним ВН8 1500 и средним процентом побед 51,5 просто поехал перестреливаться. На удивление в этом клане очень много всяких желтых и зеленых игроков, которые играют на тот же самый желтый и зеленый ВН8. Еще есть игроки, которые играют на бирюзовое, ну и там есть какие-то твинк один я нашел, который играет на фиолетовое. Все. У ребят очень много, три отметки, две отметки, на удивление они едут, не боятся и сражаются. Хоть они увидели какой-то там клан анархистов, они просто поехали ломать им лицо. И суть этого видео не в том, что этот клан победил анархистов, это в принципе бывает очень часто, что топовые кланы проигрывают якобы кланам, которые послабее. Что мы видим в этом бою? Мы видим, что у анархистов в этом бою по тактике все довольно-таки плохо. Почему? Потому что очень много коней и всяких остальных танков находятся очень далеко от вот этой группы танчиков. Наш клан Red Hawk въезжает по верхней улице и по центральной. Тут всего лишь несколько танков, но их достаточно, чтобы тоже помогать. Что же у анархистов? У них отделен один танк внизу, ЛТшка тут стоит и куча танков стоит здесь под домами. Также еще на отстреле есть две СТшки. Ну а что же у анархистов? Танки все находятся под домами, но очень много сил находится там, где они не могут помогать. И самое главное здесь не подставиться под базу, с которой кони могут накидывать сдалека. И в принципе можно эти танки спокойно забирать. Очень много танков будет стоять здесь под горой, здесь под горой. И они выключены из боя, они в нем не участвуют. И этот бой по тактике будет проходить так. Так, Ред Хаук просто едет и просто собирает вражеские танки. Едет, собирает, собирает, собирает и все. У анархистов получилась вот такая вот какая-то клюшка или колбаса длинная, кривая. Которую можно было просто вот так вот проехать, съесть, что в принципе клан Ред Хаук в этом бою исполнил. Они конечно молодцы, что выиграли, но здесь больше всего заслуга победы в том, что анархисты сделали ошибку, а Ред Хаук ею воспользовались. Конечно, высоко нос задирать не стоит. Одна победа, моральку подняли и тихо, спокойно играем дальше. Так в принципе будет правильно. Победили и победили. Кто там сидел в анархистах, я посмотрел клан сейчас этот, у которого они выиграли распущен, там один человек сидит. Кто там играл, я честно говоря не знаю и ну в принципе не важно. Какая мысль, которую я хочу в этом видео до вас донести. Очень много топовые кланы проигрывают и средним кланам и таким вот более-менее сильным, но не топовым. Почему? Потому что у топовых кланов много боев, они там сидят по 12 часов, там целый день днем начинают и ночью когда-то там заканчивают. Они устают, они тоже делают ошибки и полевики и роты бегают между кланами и не всегда классные роты сидят в топовых кланах. Поскольку там по 2, по 4, по 3 роты сидит, не всегда вы попадаетесь на топовую роту. И бывает такое, что попадается какая-нибудь рота, которая послабее или которая может сделать ошибку. В принципе, такое бывает. Что я хочу вам сказать? То, что нужно хотя бы иметь возможность воспользоваться вражеской ошибкой. Если ваш клан слабый, средний или просто с хорошей силой, но вы становитесь в деф и стоите на базе, вы не воспользуетесь вражеской ошибкой. Потому что вы ее даже не увидите, вы просто стоите на базе и ждете, когда проиграете. Очень много кланов, которые играют в такую замечательную тактику, анальный деф. Становятся на базе на алкашах и ждут, когда проиграют. Такие кланы вообще как бы не воспринимаются как соперник. Они просто потихоньку разбираются и в принципе все. Подъезжаются, поджимаются со всех сторон, разбираются потихоньку артой и в конце просто добивание. Все, в принципе, боя особо никакого не было. Смотрите тактики. Все сейчас стримят топовые кланы, топовые роты. Все стримят. Вы можете спокойно подсмотреть тактики, придумать свою или чью-то взять. И просто поехать и сломать кому-нибудь лицо. Хотя бы попробовать. Потому что в этой игре есть еще ВБР, есть еще ошибки. И нужно этим всем пользоваться. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Вы все равно, если вы слабый или средний клан, вы проиграете, стоя в дефе. Или вы думаете, что вы и так проиграете. То что вам стоит просто собраться на нормальных танках, зарядить голдецо и поехать нормально постреляться. У вас хотя бы будет возможность, хотя бы воспользоваться ошибкой вражеской, если она будет. Конечно, вы можете и сами эту ошибку совершить. Но хотя бы будет какой-то содержательный бой, интересный. В принципе, в этом бою все было быстро, четко и понятно. Конечно, у клана Рэд Хаук тоже были маленькие ошибочки. Там шотные лезли вперед. Хотя были еще пару фулловых танков. Они могли еще сзади чуть-чуть подсейвиться. Шотные не должны были лезть, а фулловые должны были ехать впереди. Но они ехали уже просто, не знаю, на кураже или на чем. Просто ехали вперед и ломали лицо. Также есть еще замечательные кланы, которые тоже имеют всякие желтые, зеленые или какой-то ВН-8. Но сидят на аккаунтах желтых, какие-нибудь фиолетовые. За что они успешно потом могут получить бан всего клана. Такое тоже бывало на ивентах. Но я думаю, такую бредятину больше, наверное, делать никто не будет. Хотя, кто его знает, что там может произойти в голове у танкистов. Короче, мой посыл вы услышали. То, что нет смысла сидеть в каком-то там дефе. Конечно, если у вас деф какой-нибудь провинции, и у вас какая-нибудь там аналка вообще невскрываемая, вы в ней уверены, конечно, вы можете пробовать ей пользоваться, но это все дело случая, и это все очень редко дает какое-то реальное преимущество и результат. Чаще всего в 90% случаев становятся слабые кланы в деф, и в нем и умирают. Даже не имея шанса на какую-либо вообще победу там, или они даже об этом, наверное, не думают. Я даже не знаю, зачем они на бой выходят. Просто постоять в уголку карты. Вот, в принципе, и все. Не задирайте высоко нос. Пользуйтесь ошибками врага. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.